В нашем пединституте был долгое время археологический кружок. Назывался он творческая группа археологов. Занимались мы раскопками и путешествиями по нашей стране. В 2005 году нам выделили автобус, и наши поездки стали более интересными. Первое, что нас привлекло, это Каповая пещера. Сколько мы о ней читали, сколько мы о ней знаем. Мне даже на экзаменах про Каповую пещеру спрашивали в студенческие годы. Вот эти наши поездки, вот сейчас мы пройдемся нашими маршрутами и посмотрим, что же мы видели и что вообще можно увидеть у нас на Урале. Рисунки, конечно, у вас уже был доклад на эту тему. Я вам покажу только то, что мы еще не видели. Это верблюд. Это последняя находка, которую наше большинство студентов не видели. Но я, это мой снимок, это я его успел сфотографировать вот год или два года назад. Озеро Большие Аллаки. Когда я прочитал впервые, что там, когда я стал заниматься культовыми памятниками, прочитал про вот это, шиханы, скальные останцы. Они невысокие, до восьми метров. Но местными жителями были найдены медные орудия вокруг него, человеческий череп. И, наконец, вот я когда рассказывал вам про использование минерала, за вот этими писанцами был раскоп Валерия Трофимовича Петрина с хрустальным палеолитом. Хрусталь, мы здесь останавливались на пути из Каповой пещеры, и хрустали мы находили прямо в озере. Хорошие кристаллы хрусталя. Там где-то есть эти выходы. Вот так выглядят эти останцы. Это природная чаша, которая могла использоваться и древними людьми. Это выветривание такое. Плохо видно, но здесь вот наскальные изображения, они обращены к озеру. Прощальный аспект и переезд в Игнатьевскую пещеру. Игнатьевская пещера расположена уже на территории Челябинской области. Она не такая впечатлительная, эмоциональная, как Каповая пещера. Вот Каповую пещеру я помню до сих пор. До сих пор помню. Мы там лет шесть, наверное, работали. Потом уже не на экскурсию приезжали, а приезжали помогать работать. В Игнатьевской проще. И рисунки простые, и пещера там всего порядка 300 метров длиной. Здесь вот интересно, девочки сидят между ними. Натек в виде Мадонны. Ну, здесь вот плохо видно, он поблескивает. Предполагают, что это вот святой Игнатий там что-то соорудил. Он потом оброс натеками кальцитовыми и превратился вот в такую скульптуру. Больше десяти лет мы отдали Чусовой. Прошли мы ее, пусть не от Истока, но на Истоке мы побывали, но до города Чусового. Пещера туристов раскопана Прокошевым еще в 30-е годы. И, к сожалению, она промывалась мощными потоками воды. Под пещерой конус выноса, то есть все, что выносило, откладывалось под обрывом. И этот конус выноса имел высоту 21 метр. И мы его больше десяти лет копали. И вот здесь вот полевчане присутствуют. Они у нас в кавычках украли такую уникальную находку. Я их пустил на эти раскопки. И они нашли там медную, большую украшение, солярный знак такой. Там у нас инсценировки, конечно. Шаман выходит из этой пещеры. И посвящение проходило в археологии. Основная цель наших работ – это был камень дыроватый. Вот отвесная стена. Здесь вот, если присмотреться, видны углубления на месте глаз. А пещера – это открытый рот. И как бы колонна, которая там, – это зуб. Особенно хорошо она просматривается в хмурую погоду. Он такой угрюмый, насупленный. Вот это лицо идола. Я его называю хозяин реки Часовой. И косвенным свидетельством того, что древние люди видели то же, что видим и мы, является тот факт, что раскопки пещеры дали 23,5 тысячи находок. Из них 17,5 тысяч – это наконечники стрел всех эпох от Мезолита до Средневековья. Ну и 3300 – это вкладыши от самых древних мезолитических наконечников стрел. И один раз мне только удалось побывать там Бабьим Летом. Там он совсем меняется, становится гораздо приветливым. Подъем пещеру, как вы видите, не для каждого. Ну, у нас были и альпинисты, и скалолазы. Зал пещеры небольшой, 21 метр в длину и метров 15 в ширину. Ну, есть и второй, и третий этаж. Спускаться, вот лично я любил спускаться дюльфером. За несколько прыжков спускаешься и уходишь вниз. Во время работы мы нашли одну пещеру, о которой никто не знал. Эта пещера закрыта была камнепадом сверху. И ее можно увидеть только, когда идешь вдоль стены, и ты видишь это отверстие. В ней были тоже кости животных. Но дальше шел сифон. Что такое сифон? Это буквально 30-35 сантиметров высотой ход, залитый водой. И вот мы несколько лет пытались этот ход проползти. И удалось это. Вот девочка, которая со мной рядом сидит, вот она первая смогла пройти этот ход. И вдруг мне кричит, Юрий Борисович, я стою. Я тогда рванулся за ней, и мы вышли вот здесь, сталактиты, длиной 40 сантиметров. То есть ходы идут и дальше, но дальше уже должна быть работа специалистов, спелеологов. Мы назвали эту пещеру Часовская чудесница. И не рассказываем про нее никому. Иначе у нас народ такой, что быстренько все эти сталактиты будут сбиты и уничтожены. Сплав по Часовой мы наблюдаем различные камни. Вот оленей, дужной, высота 60 метров. Когда поднимешься, там все видно. Печки. Ну, печек там несколько. Это углубление в скале. Называют печка. Арк, это гусельный. Вот это самая крупная арка на реке Часовой. Она чуть в стороне, ее не все знают. Арка Новиков. А это арка Царские ворота. Камень Ермак. Вот там пещерка. Я ее и сам не вижу. Маленькая пещера. По преданию. Она тоже на высоте 21 метр. Но я в нее спускался сверху на веревке. Ничего там нет. И никаких наконечников. Маленькая пещерка. Там 5-6 человек поместятся и все. Отложений тоже практически нет. Я, кстати, я там в глине нашел пуговку 19 века. Какой-то лесничий, я уже не помню. Крест. На месте, где родился сын Акинфия Демидова. Он стоит до сих пор. Политзона Створ. Там планировали строить между двух скал плотину. Но потом выяснилось, что есть, имеется старое русло, которое обходит вот эти скалы. И его превратили в политзону. А во время войны там были пленные немецкие офицеры и генералы. Вот что там есть. Ну, это как бы музей без экскурсовода. Тут постарались уже часовчане. Этот металлолом, который собран там, в разные запчасти. Это последний день на Часовой, перед отплыть. Следующая поездка уже мы в Часовском. Там наш маршрут заканчивается. Заканчивается один маршрут, начинается другой. Гарри. Я туда езжу уже больше 40 лет. Там была найдена мною, можно сказать, первая на восточном склоне палеолитическая стоянка. И мы ее до сих пор исследуем. Вот девочка нашла зуб мамонта. Бивень. Пока небольшой, но бывают и побольше. Счастливый парень, да? Это же надо найти трехметровый. Три метра тридцать три сантиметра, больше ста килограмм. Одни, это школьники у меня были. Один нашел конец, который был в воде, а второй, вот видите, светлая пятнышка на тыльной части. Нашел конец, который выходил наружу. И звонят мне, я был на другом маршруте. Юрий Борисович, бивень нашли. Второй ему кричит трубку. Два, два бивня. Ну, а когда стали расчищать, то выяснилось, что это все же один бивень. Заносили в пятером в автобус. Такой он мокрый был, очень тяжелый. По пути из Гарри заезжаем в жемчужину Урала. Это Верхотурский монастырь. Там тоже есть что посмотреть. Томская писаница. Мы туда, конечно, не ездили специально. Мы ездили на конференцию в Кемерово, и там была экскурсия в Томскую писаницу. И мы ее, конечно, очень хорошо посмотрели. Там совершенно другие рисунки, чем у нас. Это мы стоим с автором учебника археологии СССР Мартынов. Ну, и здесь показана карта. Она сейчас ее дополнять надо, где мы побывали на конференциях. А мы побывали больше, чем в 20 городах. Ну, Урал – это, конечно, весь. Там Пермь, Ижевск, Оренбург, Челябинск, Сыктывкар. Были и подальше. Омск, Томск, Барнаул, Кемерово, Иркутск. На Байкале были, Архангельск. И были даже на Соловецких островах. Но каждая конференция – это новые друзья, новые победы, грамоты. То, что, в общем-то, очень нравится студентам. В Соловецком монастыре, к сожалению, была одна студентка только, потому что у нее был доклад по скальным образованием Урала. Ее, как говорится, взяли. Это взрослая конференция. Единственная в мире – церковь-маяк. Там имеется еще смотровая платформа, откуда открывается великолепный вид не только на Большой Соловецкий остров, но и на ближайшие острова. Загадка веков, лабиринты. До сих пор непонятно, что же они собой представляют. Каждый год мы слушаем доклады на эту тему, и каждый год что-то разное. Шигирский торфяник – это один из первых таких компактных памятников в окрестностях Свердловска, который был известен еще в середине 19 века. Там добывали золото и попутно находили древние вещи. Это шигирский торфяник. Это шигирская коллекция. Здесь свыше 3000 предметов, в основном из кости. Большая часть относится к мезолиту. Но там есть и литейные формы, есть и каменные наконечники, и все, что душе, как говорится, пожелает. Это большой шигирский идол. Мы стоим под ним. Его длина была 5 метров 40 сантиметров. Потом метр девяносто потеряли где-то. И осталась все равно впечатлительная вещь. Последние датирования показали сначала, что он имеет возраст 9500 лет. И последние немцы сделали дату 3 года назад – 9900. Это самая древняя в мире деревянная скульптура. Ну и, конечно, Урал – это самоцветы. Это легендарная мурдзинка. Я еще школьникам читал про нее. И очень рад, что я нахожусь недалеко от мурдзинки. Это всего там, сейчас это 80 километров. Это коптальян. Она находится сразу за селом Мурдзинка. Вот старая шахта. Летом в ней еще лежит снег. Ну и вот такие вот аметисты, которые мы там... Каждый, кто ездит, без аметистов он точно не уедет. Там же, немного дальше мурдзинки, в ней, в Ашайтанке, имеется... Была геолого-разведывательная партия, самоцветная. И остались после нее громадные отвалы. И вот этими отвалами мы сейчас, как говорится, и кормимся. И нефрит мы оттуда добывали, и все, змеевик, мрамор, все, что нам нужно для экспериментов, мы берем оттуда. И там же есть производство ювелирных украшений, в основном бус из натурального уральского камня. Это, конечно, далеко не все, чем мы занимаемся. Я всегда студентам говорил, что путешествие, любое путешествие, это путь к познанию. Путь к познанию самого себя и путь к познанию окрестностей, той местности, где ты проживаешь. Спасибо. Вот аметисты, которые мы там... Каждый, кто ездит, без аметистов он точно не уедет. Там же, немного дальше Мурзинки, в ней, в Ашайтанке, имеется... Была геолого-разведывательная партия, самоцветная, и остались после нее громадные отвалы. И вот этими отвалами мы сейчас, как говорится, и кормимся. И нефрит мы оттуда добывали, и все... Змеевик, мрамор, все, что нам нужно для экспериментов, мы берем оттуда. И там же есть производство ювелирных украшений, в основном бус из натурального уральского камня. Это, конечно, далеко не все, чем мы занимаемся. Я всегда студентам говорил, что путешествие, любое путешествие, это путь к познанию. Путь к познанию самого себя и путь к познанию окрестностей, то есть местности, где ты проживаешь. Спасибо. 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 Продолжение следует...